Всем привет! С вами снова Люксорта. И сегодня мы рассмотрим отличительные черты американского стиля в дизайне интерьеров. Американский стиль славится своим разнообразием. Ему характерна как строгость и представительность, так и комфорт, легкость и функциональность. Особенностью данного стиля является создание открытых пространств путем совмещения гостиной и кухни, а также внушительное количество мебельного гарнитура и создание дорогого интерьера с достаточно недорогих материалов. Те, кто знаком с Манхэттеном и его гостеприимными жителями, сразу заметят, насколько хорошо американский стиль передает характер людей этого города. О любителе нашумевшего комедийного телесериала друзья вспомнят главное место действия – просторную комнату, которая была и кухней, и местом для встречи и отдыха. Это по-настоящему в духе американского интерьера. Если кровать, то самая большая, если стол, то обязательно массивный, а диван вообще такой, чтобы на нем одновременно уместились все гости и хозяева квартиры. Этот стиль славится своей любовью к габаритной мебели. А что касается расположения присутствующих, то все должны сидеть либо напротив друг друга, либо перпендикулярно. Ведь так удобнее общаться, выбирая цветовую палитру для деома или офиса в данном стиле. Нужно брать во внимание то, что такой интерьер может быть совершенно разнообразным. Это может быть оформление в классическом стиле с применением гармоничных цветов, таких как белый и коричневый. Либо можно наоборот взять во внимание возможность использования контраста, белый и красный с темно-коричневым, белый и голубой с песочным, синий и белый с красным. Преимущество отдается однотонным и приглушенным цветам, палитра состоит из спокойных и натуральных оттенков. При этом можно использовать объемные фактуры и геометрические узоры. Полы в американском стиле. В данном стиле предпочтению отдают натуральному дереву, которое применяют во всех комнатах, в гостиной, на кухне, в санузле и тому подобная хорошей альтернативой натуральному дереву является плитка. Ее цветовая гамма может состоять из черного, коричневого, белого, молочного и серого. В качестве узора может быть симметрия или повторяющаяся комбинация средних размеров. Основной узор, возможно, дополнить окантовкой. Очень важно выбрать именно качественное напольное покрытие, это может быть цельный массив дуба или ясеня. Одним из основных критериев выбора также является экологичность материала. По желанию можно украсить пол ковром с этническим орнаментом, но чаще всего применяют именно однотонные. Интерьер в американском стиле одновременно колоритный и уникальный. Не стоит забывать, что применение большого количества узора или броских расцветок будут для данного стиля неуместными. Вне зависимости от того, какой материал выбран для напольного покрытия, натуральная или имитация, в обоих случаях он должен передавать текстуру дерева. Раскладка у покрытия на пол может быть любой, главное, сохранить общий узор. Отталкиваясь от размеров помещения нужно выбрать цвет, например, небольшое пространство темное напольное покрытие уменьшит еще больше. А как мы уже помним, американскому стилю свойственно много свободного воздуха, поэтому для маленькой площади стоит выбрать светлый пол. Плинтусы в американском стиле. Изначально плинтусы, которые так полюбились Европе, появились в Америке. Они служили разграничительной линией между стеной и полом, при этом подчеркивали их текстуру и цвет. Поэтому интерьеру в американской классике так подходят напольные плинтусы, причем пространство выглядит дорогим, когда плинтус максимально высокий. Плинтус стоит выбрать лаконичным и незамысловатым, здесь объемные рисунки ни к чему. В качестве оформления его можно покрасить. Стены в американском стиле, так как в момент появления стиля не было обоев, которые бы долго держались, а плитка и вовсе была дорогой, главным способом для отделки стен была именно краска. Как вариант, украсить стены можно панелями из дерева и молденными. По цветовой палитре подойдут бежевые, белые, светло-серые и другие светлые цвета. Обои в американском стиле. Зачастую они являются не основной отделкой, а лишь акцентом. В основном обои являются имитацией природных фактур, это обосновано любовью американского стиля к дереву. В цветовой палитре предпочтение отдается нейтральным оттенкам. В качестве украшения отличными элементами станут панели из дерева. Кстати, одним из секретов грамотного разделения помещения на несколько зон является применение различных текстур. Как вы можете увидеть на обоях, в американском стиле часто можно встретить рисунок с изображением цветов, листьев, бабочек и деревьев. По цвету подбирается нейтральная палитра без ярких оттенков. Почему же данный стиль так избегает броских красок? Дизайнеры убеждены в том, что яркие цвета визуально делают пространство более загроможденным, пропадает состояние свободного и просторного интерьера, что для американского стиля является просто убийственным. Если хочется добавить на стены вставки, следует выбрать панели из естественного дерева либо камня. При этом так как одним из главных принципов стиля является демократичность, то можно имитировать натуральные материалы, выполнив аналогию из основы, которая была создана искусственным образом. Как лучше украсить стены? Можно добавить элегантные молдинги, которые будут частично обрамлять обои, либо покрасить молдинги в цвет стен на классический американский манер. Если говорить про отделку кухни в американском стиле, то плитка кабанчик белого или светло-серого цветов чаще остальных применяется в оформлении рабочей зоны. Если хочется разнообразить интерьер, можно отделать фартук камнем или панелями из дерева в тон столешница, либо купить плитку в форме елочка, подобрать небольшую квадратную плитку, либо выбрать мелкую плитку мозаику. Потолки в американском стиле. Здесь все довольно лаконично, идеально гладкий потолок в основном спокойного белого, кремового или бежевого цветов. Его можно покрасить или побелить. В качестве украшения можно выбрать лепнину или широкий потолочный плинтус в светлых оттенках из дерева или гипса. Если хочется чего-то брутального, можно для декора выбрать потолочные балки, окрасив их в сочные оттенки коричневого. Окно в американском стиле. Вы замечали, что во многих американских фильмах раковина на кухне расположена под окном? Это очень стильное решение, плюс так мамы мыли посуду и одновременно наблюдали за своими детьми. Сейчас же раковину ставят в угол или у стен, которая расположена напротив окна. В американском интерьере популярны окна-слайдер, которые оснащены передвижными створками. Они в свою очередь делятся на квадраты от 6 до 12 штук. Причем никаких выступающих ручек на окнах нет, поэтому с выбором штор проблем не будет. Двери в американском стиле. Если до этого мы говорили про балки, молдинги и плинтуса в качестве визуального декора, то теперь поговорим о функциональном. Тяжеловесные на вид двери на самом деле не нагромождают пространство и оставляют простор в помещении. Причем в американском стиле не любят изобилие дверей, ими отгораждают только такие зоны, как спальню, детскую комнату, санузел или гардеробную. По форме и цвету двери в американском интерьере простые и лаконичные. Двери являются таким элементом, в котором соединены брутальности и изящества, цельные прочные конструкции из массива дерева с одной стороны, изящные блестящие поверхности, филенки и обелие стекла с другой. По цветам такие двери в основном белые или светло-серые. Они не выбираются под окружающую обстановку, а наоборот, являются самодостаточным элементом в интерьере. В цвет двери окрашиваются наличники и плинтусы, дверные же плинтусы, как и проемы, делают высокими. По желанию можно выбрать арку, если позволяет пространство, радиаторы в американском стиле. Зачастую они белого цвета и повторяют форму окон и дверей. Выбирайте чугунные батареи при массивных дверях и окнах. При более гладких формах радиатор также должен соответствовать обстановке. Встроенная мебель в американском стиле. Классическая деревянная мебель, именно то, что подойдет для американской кухни. Оделка и украшения должны здесь быть минимальными. Зачастую фасады выбирают матовые и сочетают их с неброской расцветкой. Американский интерьер славится своей любовью к островам. Они содержат в себе одновременно множество функций, выступая в качестве барной стойки, рабочей зоны и обеденного стола. Мебельный гарнитур в таком интерьере желательно выбирать в классическом или современном стиле. Если любите классику, обязательно оформить мебель молдингами и классическими ручками. По цветовой палитре также предпочтение отдается спокойным и нейтральным оттенкам. Не стоит забывать и о полочках для хранения сосудов и емкостей со специями и крупами. Американцы отводят этому отдельные, заранее запланированные места. Текстиль в американском стиле. Тканям отводят значительную роль в интерьере американской классики. Текстиль применяют и в обивке мебели, и в качестве чехлов на нее, и в изготовлении скатерти и в оформлении окон. Американцы любят текстиль. Если шторы, то тонкие и легкие, если полотенца, то ручной работы, если ковры, то с необычными элементами. Отдельно стоящая мебель в американском стиле. Встроенные шкафчики, простые конфигурации, крупные габариты, все это мебель в американском интерьере. Она удобная, элегантная и при этом функциональная. Если говорить о материалах, то здесь подойдут и качественные и искусственные. Можно выбрать мягкий диван из массива дерева с качественной обивкой. Прекрасно подойдут габаритные и объемные кресла. Такая мебель станет центральным элементом любого помещения. Диван и кресла должны быть с удобной спинкой. Обычно на них располагается большое количество мягких подушек. Немаловажной деталью дивана считаются подлокотники. Они обычно круглые или скошенные формы, которую полюбят те, кто только и мечтает скорее прилечь после рабочего дня. Стоит отметить и мебель-трансформер, которая очень удобна при большом количестве проживающих или посетителей. Так обычный диван в гостиной станет местом для сна гостей. Красивые и функциональные предметы мебели создают дополнительные спальные места. Как может выглядеть традиционный диван в таком стиле? Подлокотники выглядят как валики, диван стоит на невысоких деревянных ножках, при этом на его основном фасаде присутствуют резные детали, в качестве обивки можно выбрать натуральную кожу, велюр, гобелен или замшу. Как мы говорили выше, для американского интерьера подойдут кресла габаритных размеров. Ванная комната в американском стиле. Здесь всегда много пространства, каждый элемент функционален и комфортен. Особое внимание уделяется расположению предметов, все расставлено максимально эргономично и практично. Интересный факт, отделка ванной напоминает спальню, как в обычной комнате, на стенах могут быть роскошные обои, вместо настенных бра напольные лампы с абажурами. Сама ванна преимущественно круглой формы. Смесители подбираются классические, освещение в американском стиле. Люстра обычно появляется в таком интерьере только в столовой или гостиной для придания помещению роскошности и помпезности. В других же случаях применяется микс из осветительных приборов, большое количество настенных бра, торшеров, ламп, которые ставятся на стол для освещения или вовсе декоративные элементы. Такое решение привносит в пространство атмосферу и делит помещение на несколько зон. Кстати, в американском интерьере встретить светильник в виде фонаря далеко не редкость, причем достаточно популярное решение – фонарь, подсвечивающий остров на кухне. Декор в американском стиле, подушки с орнаментом, живые цветы и композиции, фото в рамках и живописные картины – все это подчеркивает уют и простор комнат в американском стиле. Американцы чтут семейные традиции и любят хранить дома реликвии, портреты родственников, свои дипломы и кубки. Это также гармонично вписывается в интерьер. Розетки в американском стиле. Зачастую белого цвета выключатели и розетки обычно подбираются простой формы. Заключение. Интерьер в американском стиле – это сочетание роскоши и простоты. Во главе стиля уют и лаконичность. Американцы могут пожертвовать декором во имя практичности. Стиль славится своей любовью к островам. Они содержат в себе одновременно множество функций, выступая в качестве барной стойки, рабочей зоны и обеденного стола. Совмещенный санузел с отдельным окном или целой системой зеркал. В отделке используются дорогие натуральные материалы, либо их имитация. Мебельный гарнитур подбирается простой формой, не требующей долгого ухода. Приветствуются природные узоры и орнаменты, а также геометрические фигуры. Ярких цветов на стенах, потолке и полу нет. Спокойные оттенки, классические цвета, контраст создает сочетание красного, коричневого или синего с белым. Красивые и функциональные предметы мебели создают дополнительные спальные места. Пользуется спросом мебель-трансформер. Для того, чтобы процесс дизайна и ремонта прошел более продуктивно, звоните нам. Студия дизайна и ремонта люксорта. Телефон. 8-800-12-928-10-31. Всегда рады и ждем.